Привет, меня зовут Валерий Терещенко, я работаю разработчиком баз данных компании SoftServe уже порядка трех лет и в основном моя деятельность была и есть связана с разработкой баз данных, хранилищ данных, ETL процессов, Data Warehouse и прочего прочего. То есть для меня мир BI и средств для визуализации данных BI это был новый, так сказать, мир. Поэтому, когда я решил начать изучение одной из BI tools, которые существуют сейчас и представлены, я выбрал для себя именно Microsoft Power BI, потому что я в основном работаю с Microsoft Stack, то есть это SQL Server, Integration Service, Analyze Service, Reporting Service. И я решил подготовить презентацию, так как это один из способов самообучения, то есть когда то, что учите, пытайтесь отсказать другим, тогда обучение более эффективно. Так и родилась эта презентация. Начать бы я хотел с того, что такое вообще BI, Business Intelligence, то есть это набор техник и программ и всяких средств, которые позволяют нам трансформировать наши данные в более разумительный, понятный, читаемый вид и использовать эти данные для получения выгоды. Вот и как раз вот здесь BI Intelligence они приходят нам в помощь. Когда я начинал анализировать, кто вообще представлен на рынке BI Visualization Tool, я вот собрал такую вот кучу логотипов. Это компании, которые уже представлены. То есть как можно понять из этого обширного набора Microsoft немного, мягко говоря, опаздывал с выходом на этот рынок. Я честно говоря не понимаю, почему они так поздно начали. Возможно они надеялись на анализ сервис собственный, возможно считали, что смогут покрыть все с помощью SharePoint и так далее, но это оказалось не так. Поэтому, когда Microsoft выходил с этим новым продуктом Power BI на рынок, то есть вы можете видеть насколько этот рынок уже был насыщен. Вот здесь есть все компании, начиная от наиболее известных любви Tableau, Oracle и заканчивая менее известными, сугубо специфичными. Основные вопросы, которые решает Business Intelligence, которые помогают решать любому бизнесу, это вот здесь они выделены на это 5 из них и вот 3 из них помогают эффективно решить именно BI и BI Visualization Tools. Это исследование того, что происходит сейчас, это понимание, почему это происходит и это возможность сделать предсказание, основываясь на данных, которые мы имеем в наличии. Если говорить о том, как выглядел Microsoft BI Stack до появления Power BI, то вы можете видеть это на этой картинке, то есть это были источники данных. В качестве источников данных могли быть как базы данных других производителей, так и файлы, начиная с текстовых файлов, заканчивая файлами Excel и так далее. Это был инструментарий для подготовки этих данных. Зачастую мы использовали Integration Service, который позволял построить довольно качественный и полноценный ETL процесс. После чего данные сохранялись в SQL сервере, то есть это была либо Multidimensional модель ранее, либо уже Tabular в последнее время. Вот строились на базе этих данных кубы, то есть строилось хранилище, в хранилище строились кубы, и эти кубы уже позволяли анализировать данные. На выходе мы имели либо отчеты, либо дешборды, но все это было, то есть это был очень большой стэк технологий, и для того, чтобы полноценно охватить все этапы, все разделы этого стэка, то есть нужно было иметь либо большую команду специалистов, либо специалистов с очень богатым знанием. Кроме того, Microsoft еще предлагал в дополнение к этому Master Data Service, где можно было данные очищать дополнительно. Но это было неудобно. И на смену ему пришел Power BI. История создания Power BI, она своими корнями происходит из Excel, то есть начиная в Excel, мы имели возможность строить так называемые сводные таблицы. Вот все началось именно с них, с этих pivot таблиц. После чего родился так называемый Power View. Это был предшественник Microsoft Power BI. Эта штука уже нам позволяла строить более-менее похожие на чарты визуализации. И появилась Power Map. То есть можно было наша визуализация привязывать при помощи графических координат уже к картам и строить визуализацию на картах. И вот в 2014 году также еще в составе Excel у нас появился Power BI. И начиная со второй версии, с 2015 года Power BI уже вышел отдельным продуктом. Называется он Power BI Desktop, плюс клауд-версия в Power BI.com. Из чего состоит Power BI сейчас? То есть это остались так же самые сорсы, как они были. Причем мы там дальше рассмотрим. В качестве сорсов могут быть не только файлы и базы данных, но это могут быть и real-time сервисы, и все что угодно. То есть там можно и использовать API для получения данных. Причем данные можно как забирать самостоятельно, так и пушить извне. Внутри Power BI Desktop мы можем модифицировать наши данные. На базе этих данных мы можем построить дату-модель с соответствующими связями. И на базе даты-модели при помощи внутренних языков и дэшбордов мы можем построить уже отчеты. И эти отчеты после чего шарить через Power BI, через веб, либо через мобайл. Я тоже покажу как это делать и как это все связано в демо в конце презентации. Здесь детализация того, что я только что рассказал. То есть у нас основная составляющая это десктоп-версия, где мы можем разрабатывать, работать с данными, разрабатывать модель, разрабатывать чарты и дэшборты на базе модели. Это сервис в облаке и мобайл-приложение. Если смотреть на всю структуру Power BI в целом, то она также выглядит не очень-то и простой. Вот эта схема представлена. Я ее взял, там есть ссылка на sqmchick.com. Но чтобы охватить эту всю схему в целом, довольно сложно все это понять. Мы сейчас рассмотрим ее просто поэтапно. Как я уже сказал, Power BI десктоп у нас состоит из запросов, то есть возможная манипуляция данными, построение модели и отчеты. Сервис, если посмотреть на Power BI сервис, который у нас в клауде детальнее, то мы там имеем уже датасеты. Причем эти датасеты за счет Personal и Enterprise Gateway мы можем настраивать. Соответственно, мы можем настраивать автоматическое обновление данных по графику. Я там покажу, в чем отличие между Personal и Enterprise Gateway дальше. Там же мы можем настраивать доступ к уже сформированными нами отчетами и дешбордами. Мы можем шарить эту информацию как внутри компании, либо там домена, так и вне. И там у нас появляется очень классная штука, когда мы можем спрашивать наши данные, используя обычный язык. То есть я тоже постараюсь показать. То есть мы можем непосредственно задавать вопросы данные и получать ответы. Причем ответы не только в цифровом отображении, но и сразу чартами. Очень интересно. Кроме того, здесь представлены возможности, как мы можем распространять наши данные. То есть мы можем их экспортировать в Excel. Мы можем их шарить через портал. Мы можем встраивать Power BI дешборды в другие приложения. Мы можем даже шарить эту информацию через Apple Watch. Там тоже будет несколько примеров дальше. Что может быть в качестве дата-сорса для Power BI? Power BI в качестве дата-сорса может принимать практически любые данные. Датасетов представлено очень много. И одна из хороших особенностей, классных особенностей, это то, что сейчас Microsoft очень активно развивает этот продукт. И новые версии выходят практически каждый месяц, либо раз в два месяца. И в каждой новой версии появляется новый дата-сет. Кроме того, очень живая комьюнити. Это немножко необычно для Microsoft. Но они с этим продуктом действительно, скорее всего из-за того, что опаздывали на рынок, ведут себя не похоже на поведение Microsoft. Это очень активная комьюнити. Реакция на все сообщения об ошибках или на все хотелки, которые от пользователей поступают, она очень активная. В том числе добавление новых дата-сетов. Если говорить о дата-сетах для Microsoft Power BI, то мы можем иметь наши данные загруженные в память и работать с ними. Это так же, как, например, в том же ClickView, либо в Tableau. При этом структура данных в памяти, она представляет собой tabular-модель, где данные у нас представлены в column stored-виде и они дополнительно сжаты. То есть это данные compressive. Если кому будет интересно, я могу отдельно рассказать, как эта tabular-модель строится, как именно данные сжимаются. Это важно знать, когда впоследствии нужно уже работать с данными, применяя там DAX или другие выражения. То есть знание этой архитектуры полезное. Кроме того, мы можем работать с данными вне Power BI, чего нет у многих других вендоров. То есть мы можем иметь direct либо live connection непосредственно к, например, нашему анализ-сервису на базе multidimensional либо tabular. То есть у нас уже есть построенный Data Warehouse, у нас есть построенный куб, который мы там давно сопровождаем. И нам нет необходимости загружать эти данные в Power BI, либо они выходят за лимиты. А у нас есть некоторые лимиты по памяти от одного юзера в Power BI. Поэтому мы можем иметь просто непосредственный live connection к этим данным и пользоваться их, не загружая. Если говорить о Data Connections, которые присутствовали на момент создания презентации, то из файлов мы могли загрузить данные из Excel, CSV, XML, Text и JSON. Причем, если говорить об XML и JSON, там очень гибкий инструмент работы с этими данными. Тоже постараюсь показать, если успеем. И из баз данных, как вы видите, это практически все наиболее популярные и известные вендоры представлены. В том числе и Postgre, и MySQL, и SAP. Если говорить о решениях Microsoft, то тоже практически весь спектр представлен. Это начиная с Azure, Database и Data Warehouse, и заканчивая тем же Xpark и DocumentDB. И есть так называемый Other, другие Data Connections. Вот здесь уже интереснее. То есть здесь Power BI представляет доступ к очень большому количеству сервисов. В том числе это может быть и Facebook, и SharePoint, и Exchange внутренний, и даже GitHub, как вы видите. Ну некоторые из них в бета, но с каждой новой версии они либо переходят в стабильную версию, либо добавляются новые. Если говорить о датасетах, то есть это я уже ранее проговаривал. То есть мы можем либо настраивать автоматическое обновление наших данных в модели, когда у нас не Direct Connection, не Live Connection, а данные мы держим внутри. Для этого мы можем использовать либо Personal, либо Enterprise Gateway. Да, вот есть у меня информация по ним. То есть в чем отличие Personal от Enterprise Gateway? Я думаю, что в будущем Personal Gateway вообще будет дебрикейт, потому что начиналось все именно с него. То есть у нас был только Personal Gateway и мы могли настраивать графики обновления данных в модели. Но с появлением Live Connection появился Enterprise Gateway. Мне кажется, здесь немножко неправильно в названиях, но уже как есть. То есть Enterprise Gateway позволяет работать с непосредственным доступом и также он позволяет решать вопросы security. То есть, например, если у нас есть куб, построенный в анализ-сервисе, и мы не можем дать доступ к данным куба сразу для большого количества пользователей, руководствуясь вопросами безопасности. У нас зачастую есть какой-то пользователь либо какая-то роль, для которой полностью доступы настроены. То, соответственно, используя Enterprise Gateway, мы можем, используя настроенные уже permission для одного пользователя, настроить возможности для шеринга этой информации уже от этого пользователя. То есть он становится ответственным за информацию, и, соответственно, если этот пользователь добавляет доступ к данным для других пользователей, он уже может шарить дешборты Power BI для пользователей, которые не имеют непосредственного доступа к данным на уровне анализ-сервисов. Это очень удобно, и это все реализовано через Cloud. Мы, наверное, не успеем посмотреть, но может других расскажу. Ну и здесь я еще раз детализировал те коннекшены, которые Power BI имеет непосредственно к сервисам. Причем данные в многих этих сервисах он может растянуть в режиме Live. Есть несколько примеров и видео, где ребята снимают информацию со всяких датчиков, и все это в реальном времени отображается на чартах, на дешбортах. Очень интересно. Собственная визуализация, ради чего все это строится. Microsoft принял решение, и, мне кажется, это решение очень правильное, по поводу визуализации. У нас здесь есть набор стандартных визуализаций дешбордов и чартов, а есть также возможность создания собственных визуализаций. И собственные визуализации можно создавать на базе D3.js, и все это выложено в Open Source. То есть на GitHub есть отдельный проект, где все пользователи могут спокойно создавать визуализации собственные, на базе существующих. А у всех пользователей в Power BI есть возможность загрузить такую визуализацию, попробовать, изменить и так далее. То есть, по моему мнению, это очень классное решение, и это, я думаю, позволит Power BI быть активными на этом рынке. Также есть API. API, оно может быть использовано для того, чтобы встраивать отчеты Power BI в другие приложения, либо может быть использовано для того, чтобы загружать данные извне. То есть, когда мы события новой загрузки генерируем не в Power BI, а какое-то внешнее приложение, просто извне загружать данные. И также настраивать стриминг можно. Вот здесь несколько примеров визуализации, созданных людьми. То есть, интересно. Я там встречал даже визуализации, где аквариум с рыбками, и эти рыбки плавают. И чем больше, например, у нас там продажи в портале, тем рыбка там этой фирмы больше и так далее. То есть, люди придумывают всякие разные визуализации, очень интересно. И все доступно, бесплатно. Это перечень стандартных визуализаций, они ничем не отличаются от других. Вендоров. Это чарты, линейные, с помощью линейной бар-чарты. Ну и также карты. То есть, карты они тоже есть, они очень функциональны. Единственное, что для того, чтобы отображать данные с привязкой карт, но необходимо иметь еще и координаты. Также есть возможность и пивот таблицы. Кроме того, Microsoft добавил в Power BI возможность добавления виджетов. Вот здесь, например, я взял, добавил видео с нашего канала. То есть, это делается в два клика. Как по мне, тоже очень удобно. То есть, можно сопровождать своей визуализацией видеоинформацией, либо картинками, либо еще что-то. То есть, это интересно. Это есть не у всех других, так сказать, конкурентов. Ну и возможность шарить информацию даже на Apple Watch. То есть, для активных, так сказать, бизнесменов, людей, трейдеров, мне кажется, тоже очень удобно. И эти данные, они остаются интерактивными. То есть, здесь можно проваливаться вглубь данных, делать фильтрации и так далее. Собственно, как работать с данными. Power BI имеет возможность использовать несколько языков для уже манипуляции, работы с данными. Когда нам необходимо построить новые измерения внутри, либо построить какие-то вычислимые столбцы с новыми данными. То есть, мы можем использовать MDX, который пришел сюда из анализ сервиса. Но я думаю, что он тоже в дальнейшем уйдет в небытие, потому что он очень сложный язык. Я не знаю, я мало знаю специалистов, которые хорошо разбираются в нем. Но Power BI его поддерживает. И поддерживает язык DAX. DAX это язык, который родился в Excel. Это всем известное. Началось все с всем известных формул, типа sum, count и так далее. Но здесь он уже перерос в такой более-менее полноценный язык. То есть, мы уже можем использовать и переменные, и фильтрации. И он реально очень хорошо развивается. То есть, расширяются функции. В общем, штука удобная и мощная. И он действительно работает на Tabular модели очень быстро. Есть так называемый M-Language или другие называют его Power Query Formula Language. Это язык, который позволяет работать с данными на этапе загрузки. То есть, строить более-менее понятный и удобный ETL процесс. Причем, когда мы используем визуальное средство работы с данными на этапе загрузки. Все наши действия, они генерируют команды именно M-Language. И мы можем, непосредственно вернувшись к этим командам, вносить туда изменения. Либо строить по аналогии. Тоже очень удобно. И Power BI также полностью поддерживает язык R. Язык R это язык, который используется для статистического анализа и возможности строить прогнозы. То есть, находить тренды на базе трендов. Прогнозировать. И кроме поддержки самого языка R, Microsoft Power BI позволяет строить визуализации. Сразу же по этим предсказываемым данным. Вот пример, как выглядит M-Language. То есть, в принципе, я думаю, здесь понятно. То есть, у нас есть Source. Здесь в качестве Source была просто веб-страница. Есть. Потом мы поменяли тип для некоторых столбцов. Некоторые столбцы мы переименовали. Объединили данные с нескольких запросов. И снова там делали переименование. То есть, в принципе, ничего сложного здесь нет. Но возможность снесения сюда изменений, так сказать, вручную, очень удобно зачастую. Это пример того, как можно использовать DAX. То есть, в отличие от Excel, здесь уже мы можем писать не в одну строчку, наконец-то иметь более-менее удобную область для создания запросов. Здесь также есть intelligence, не помню, как они. Подсказки интеллектуальные. По операторам, также и по объектам модели. То есть, здесь будут подсказки, какие у нас есть таблицы, какие есть столбцы в таблицах и так далее. Вот, например, этот пример позволяет почитать сумму по всем, по годам, где, ну, года у нас больше 2000-го и там соответствующий объем продаж. То есть, с помощью DAX мы можем создавать как измерения новой модели, так и вычислимые поля. Вот здесь пример использования переменной внутри DAX. То есть, чтобы не считать для каждой строки значения, мы можем их посчитать один раз и использовать уже при непосредственной калькуляции. Причем даже здесь вот на примере вы можете видеть функцию как same period last year. То есть, для сравнительного анализа на разных промежутках времени очень удобно. То есть, нам не надо придумывать, как нам просчитать тот же период в прошлом году. Просто используя одну функцию, работает все очень быстро и классно. И пример, как выглядит язык R. У меня нет, честно говоря, навыков с ним работать с этим языком. Если кому-то будет интересно, я могу поработать над презентацией и подготовить в будущем. Но поддержка полноценная есть. Вот так выглядит визуализация на базе R. То есть, когда мы предсказываем наперед. Вот здесь видите сравнение актуальных данных и тех, которые мы предсказываем, изменяя некоторые параметры модели, либо внося изменения в переменные модели. Так, что здесь у нас? Ну, здесь еще раз рассказывается об API. То, что я уже вкратце проговаривал. То есть, API у нас еще, то, что не упомянул, позволяет производить аутентификацию. Потому что зачастую у нас есть источники с непростой аутентификацией. Там есть два уровня аутентификации, когда мы получаем сначала ключ, потом с ключом коннектимся. То есть, все это позволяет встроенное API реализовать. Также можно использовать jQuery, Rabi, ну, вы видите, другие технологии при создании визуализации, либо API для Power BI. Есть некоторые ограничения. И я здесь попытался сравнить Power BI с существующими решениями на рынке. То есть, во-первых, есть бесплатная версия Power BI и есть платная. Причем платная версия стоит всего 9,99 в месяц за одного пользователя. И реально такого предложения нет больше ни у кого. Тут Microsoft тоже молодцы. Я думаю, за счет этого они смогут также отвоевать рынок. И они уже его отвоевывают. Я вам дальше покажу. Ну, я не знаю, здесь особо останавливаться не на чем. Единственное отличие – это вот в объеме памяти, но эта память под один дешборд, точнее под одну датамодель. Здесь есть некоторые ограничения по обновлению в бесплатной версии, по стримингу. И в бесплатной версии есть, конечно, ограничения уже по Direct Connection и по Live Connection, которые мы можем иметь. Но, честно говоря, я пока пытался разобраться с Power BI, но нигде не наткнулся на эти ограничения. Поэтому для таких небольших проектов можно использовать и бесплатно. Здесь я пытался сравнивать Power BI с ClickSense и Tableau. Брал именно ClickSense, а не ClickView, потому что ClickSense все-таки больше похож на Power BI, точнее Power BI на ClickSense. Здесь мои, конечно, субъективные оценки. Я не имею глубоких знаний в этих продуктах. Но просто пытался сравнивать для того, чтобы понять, насколько Power BI покрывает существующие айтемы. Будет интересно посмотреть. И вот, собственно, это данные на февраль 2006 года. По этим данным видно, что есть три лидера на рынке. И если учесть, что Microsoft Power BI появился как часть Excel в 14-ом, как отдельный десктоп и Cloud решение только в 15-ом, и на февраль 2016-ом он уже в лидерах. То есть это действительно классное достижение Microsoft. И достигнуто оно было именно за счет вот этих вот факторов, которые здесь перечисляют. То есть Microsoft Power BI, он очень тесно интегрирован с всеми другими продуктами Microsoft. Начиная от Excel, заканчивая Exchange, SharePoint, анализ сервисом. То есть даже Reporting Service, он сейчас практически полностью, начиная с этого сервера, интегрирован. Кроме этого, широкий спектр Data Source, который постоянно расширяется. Те же DAX Expressions, еще раз упомяну. То есть понятно, что у других вендоров тоже есть свои решения. Есть Set Analyze в ClickView либо в ClickSense. Но у Microsoft DAX, мне кажется, тоже очень конкурентно способное решение. Стоимость, естественно. Если сравнивать с тем же Tableau, это даже не в десятки разы, а более дешевле. Ну и комьюнити. Комьюнити очень живая, очень активная. И мне кажется, это были основные такие вот составляющие успеха. И я вижу будущее за Microsoft Power BI. Я думаю, что мы можем рекомендовать нашим клиентам это решение. Особенно, если клиенты работают полностью со стеком Microsoft. И я постараюсь показать быстренько небольшое демо. Где у нас? Вот у нас Microsoft Power BI Desktop. В качестве источника данных я вот взял сайт Автопортал.ua. Там у нас есть рейтинг автомобилей. Просто показать, как происходит загрузка данных. Как мы можем установить связи, построить модель. Вот этот рейтинг. То есть у нас есть данные о моделях. Есть количество продаж. И у нас все, что есть, это только ссылка на этот сайт. Сейчас откроется Microsoft Power BI Desktop. Мы можем ввести разработку как в десктопной версии, так и в клауде. Ну, мне удобнее все-таки в десктопной версии. А после того, как я здесь разработку закончил, я просто могу потом эти данные запаблишить в клауд. То есть выбираем наш Data Source. Как вы видели, здесь очень много разных разновидностей. Но в нашем случае нам будет достаточно использовать Web. Мы указываем, что этот сайт у нас является источником. Microsoft Power BI распарсит нам эту страницу и найдет все элементы. Причем здесь можно реализовать работу с тем же пейджингом, если у нас не все данные отображаются сразу на странице. Там есть свои приемы. Вот, например, здесь он распознал документ, где была опознана таблица FHCAD. Ну и, собственно, сами данные. Вот наши данные. Я хочу их немного модифицировать. Вот то, о чем я говорил. То есть это инструмент визуальной работы с данными на этапе подготовки, где мы каждый степ видим вот здесь отдельным шагом. Плюс к этому под каждый степ у нас генерируется наш MLanguage. То есть мы можем посмотреть, каждый степ генерирует свой клауд. Можешь вопрос? А тут до розмитки страницы есть какие-то специальные требования? Или мета теги, может быть, или еще что-то? Или он так парсит? Или он достаточно интеллектуальный, чтобы парсит? Да, там в зависимости от каждого, ну, от разного сайта. Это я так подобрал, что здесь вообще ему все классно получилось. Иногда бывают сложности. То есть иногда приходится потом данные дообрабатывать. То есть не всегда он их так гладко распознает. Особенно если у нас пейджинг, то необходимо тогда добавить функцию, и в этой функции вызывать несколько раз страницу в качестве источника. Но он все равно соберет все данные потом вместе. А можно на source этого сайта посмотреть HTML? Какой он там был? Ну, почему оно так легко тут пошло? Получается, сайт хороший, да? Бо с него легко взять данные. Но какой сайт должен быть, чтобы он был таким хорошим? А я не знаю. А какой, например? Можешь совсем попробовать? Нет, нет. Давай вот эту просто розмитку тут, как он там вытягнул, интересно. А, просто глянуть розмитку? Да. Тут скорее всего таблица обычная. Да. Скорее всего был тейбл. Вот его видно. Где он тут у нас? Ага. Ну, потом просто... Найди машинку какую-нибудь. Да. Здесь как бы... Ну, вот ZAZы, газы. То есть... Нет, это опция, это селекторы. А, это селекторы. Знаешь, где-то ниже. Ну... Вот она. Вот они идут. То есть видно, что это таблица с четкими TD, TR. То есть... Ну, здесь не было ничего сложного. Но, в принципе, он и с более сложными структурами справляется. Но, опять же, там надо уже потом играться внутри. Вот. Собственно, вернемся. Я хочу просто быстро показать, во время у нас быстро летит. То есть... Что я могу сделать? Дальше я могу начинать обрабатывать данные. Например, здесь... Вот мне интересно... Вот я вижу, да, у меня есть марка и модель. Мне бы интересно было разбить ее, да, там, отдельно. То есть... Здесь очень удобные инструменты для трансформации. Он умеет парсить. Он умеет там... Преобразовывать текстовые в даты. Причем выделять там месяц, год отдельно от даты и так далее. Вот, например, здесь я могу разбить мой столбец, да, на несколько. Сказать, что раздели меня там, например, по пробелу и возьми слева. Соответственно, я получу уже отдельно модель. Отдельно марку. Там переименую их. Возьму там модель. Возьму там сам модель. То есть я переименовываю. И каждый степ у меня все равно здесь отображается. То есть я могу там удалить какой-то степь, вернуться и так далее. И каждый могу из меня. Ну и там у нас, как и все, продаж. Вот. В качестве еще одного источника я здесь создал такую маленькую табличку. Просто в SQL-сервере. Вот он, Power BI Test. Здесь табличка, в которой есть машины. И я ее сделал для того, чтобы показать, что вот у меня, например, есть данные по маркам. И есть ссылка на картинку, где эта машинка отображает. Так вот Power BI автоматически загрузит картинку. Отобразит. Я сейчас покажу, как это будет. Вот, например, мы вернемся к нашему серверу. Так, это моя виртуалочка. Вот так она называется. Так вот. Здесь вот есть возможность либо мы загружаем, либо будем иметь direct доступ. Но у меня нет здесь Enterprise Gateway, поэтому будем только загружать модель. Вот, соответственно, он разобрал все таблицы, какие есть. Я здесь нашел данные. Мы их загружаем. Я могу на них здесь еще раз посмотреть. Вот. И, соответственно, вот мои таблицы для моделей. Назовем ее там, я не знаю, Cars All или Cars All. После того, как данные обработаны и загружены, мы можем работать с моделью. Для этого Microsoft Power BI может автоматически определить связи, как вот здесь он нам сделал, потому что он распознал по имени и по типу. Но если бы даже у нас здесь не было связи, мы можем их создавать самостоятельно. Вот, например, в данном случае мне нужна новая связь между таблицами. Я могу конкретно указать, что между вот этими вот двумя таблицами мне, пожалуйста, свяжи их там. Могу по модели, могу по саб-модели. При этом можно указать, какое это именно будет кардиналити для связи. И там будет она двухсторонняя либо однонаправленная. То есть, в нашем примере здесь, конечно, все просто. То есть, одна связь, две таблицы в модели. Но для более таких серьезных решений это тоже бывает очень полезно. Ну и, соответственно, имея модель, можно уже строить визуализацию. То есть, можно добавлять сюда дешборды, добавлять данные наши. Там, например, по модели, да, по количеству продаж он построит. Соответственно, здесь можно там сортировать и так далее. Кроме того, очень легко строить иерархические данные. Вот, например, я хочу, чтобы у меня была иерархия, да, модели, саб-модели. То есть, я это сделал очень просто, добавить подмодель к модели. И, например, если я буду отображать иерархические данные, у меня появляется возможность проваливаться, да. То есть, я могу зайти в Toyota и посмотреть, а какие же у меня есть Toyota. То есть, реально, ну, очень легко это делать. Тут, не знаю, несколько кликов, как по мне, классно. И, например, чтобы показать то, что наши ссылки отображаются. Попробуем здесь, вот, например, сделать некий такой слайсер, да. То есть, можно было выбирать их. Вот, сейчас они еще не отображаются. Но, если мы вернемся к нашим данным и подскажем ему, что это у нас данные, а именно, например, image.url, да. И сохраним. Я думаю, уже сохранился. То, вернувшись сюда, мы уже видим, что он зашел, забрал наши картинки по имиджу и нам их сюда добавил. Вот, соответственно, ну, все визуализации они взаимосвязаны. То есть, выбрав здесь ZAS, у нас, естественно, здесь идет отфильтровывание. И то, о чем я говорил о кастомных визуализациях, можно подгружать вот здесь Import Custom Visual и подгружать. После того, как мы закончили разработку наших дэшбордов здесь, мы можем загрузить наши данные в Cloud. Я загружу сейчас iCloud, чтобы показать, как мы можем задавать вопросы к данным, используя просто native language. Надо сохранить предварительно. Назовем там. Он его сохранит и загрузит. Здесь я уже был залогинен на Power BI портал. Если бы нет, он бы спросил мои данные для загрузки и так далее. Сейчас мы видим, что все успешно загружено. Соответственно, перейдя в Cloud Power BI.com Сейчас зайдем. Почему-то он не подтянул креды. Здесь мы имеем практически весь тот же инструментарий, плюс дополнительные возможности. для шаринга этой информации. Здесь же я уже могу настраивать графики для обновления данных. И вот здесь вот как раз я сейчас, например, тест АПП, я его хочу зашарить. То есть я для него создам новый дэшборд. Назову test session или как-то так. Я его буду сшарить. И, соответственно, вот здесь у меня появляется возможность задавать вопросы. То есть я могу просто написать там, я не знаю, там, amount of sales for, например, ZAS. Да, она мне, ну, здесь не очень у меня получилось. Надо было, наверное, я просто, наверное, по-другому назвал столбец. Ладно, сейчас вернемся. Попробуем. Где он? Ну, вот, например, must sales for the model, да, например. Вот он сразу подкидывает нам какие модели. Единственное, почему-то, ну, не знаю, здесь куда-нибудь неправильно, наверное, задаю. Жалко так хотелось показать. Amount for Lanas, например, да. Вот у нас все равно не получается. Ладно. В общем, вот эти все штуки, они настраиваются. То есть каждое поле таблицы нашей модели, можно для него давать синонимы и прочие вещи. То есть настраиваться. И в итоге, после того, как все это корректно и нормально настроено, здесь можно... А, я, наверное, правильно назвал. Ну, вот, например, да. То есть amount of sales for Lanas и мы будем иметь 5300. Если мы, например, спросим просто о ZAS'ах наших, то, соответственно... А, он, наверное, там по-русски. Соответственно, мы будем иметь данные для ZAS. Соответственно, мы будем иметь данные для ZAS. Кроме этого, кроме... Да, вот есть у нас. Кроме возможности задавать вопросы к данным, Power BI позволяет еще строить так называемые инсайты. То есть, вот, например, смотрите, я вам покажу. Quick Insights. То есть, используя Machine Learning внутри, он позволяет находить какие-то тренды, либо зависимость. Вот, например, да. Всего, там, количество продаж такое. Например, Summa, там, что у нас там, трейдинг. По модели Volkswagen у нас идет нисходящий тренд, да. То есть, он, основываясь на данных нашей модели, уже делает попытку предсказать какие-то зависимости. И, если модель не такая примитивная, как в этом примере, а более-менее, ну, нормальная. Если поанализировать, я там пробовал анализировать статистику всякую спортивную, то довольно интересно. Вот. Я немного уже перебрал времени, поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. На этом, как бы, по презентации все. Да. Да. Такое хорошее вопрос. В тебе как раз середовища налаштована. Давай попробуем дата-сорс. Я там трейдинге скину в чат. Давай. Подивимся. Перший из них, то есть на розетку. Другий, то есть на Алиэкспресс. И третий, то есть на авторея. Мы поднимемся просто петяни, не петяни. И, если петяни, то что там будет? За авторея подивиться продажей Volkswagen тоже бы было цикаво. Ну да. Если он обробит эти данные сейчас. Да. Ну, в данном случае, я не знаю, есть ли отдельный сервис, поэтому попробуем просто через веб. Да. Не. Подивимся, что он сделает. Может, он достать неразумный сразу за реном цитании. Вот, например, я пробовал брать с Facebook, с Microsoft Exchange. Единственное, что необходимо там дополнительно ввести свои данные. Либо sign-in сделает, либо свои креды. Например, с нашего Exchange он вытягивает и почту, и календарь, и таски. И можно посмотреть на истории, построить там. Ну, тоже довольно интересно. Супер. Да. Причем, практически это все тебя просто кликает. То есть, для меня вот эта вот область визуализации, она новая. Поэтому я особо еще, там, не знаю, досконально ни DAX, ни NDX. Но интересно. Здесь, как мы видим, он какое-то время тратит на доступ к информации. Не знаю, почему. А такой вопрос. А он парсит с твоего IPшника или это через Cloud он парсит? Я думаю, когда я работаю с десктопом, он через мой IPшник полезен. А вот через Cloud, интересно, надо попробовать, не знаю. Просто тогда можно грабить чужую информацию. Нет, просто дело в том, что есть ли защита какая-то? Вот, но сайт, возможно, там идут обращения постоянные. Защита есть, и здесь есть соответствующее свойство, которое позволяет указать. То есть, если это Public Source, то необходимо указать. Потому что, если это не Public Source, он там потом не позволяет перевязываться с другими данными, он не позволяет нормально их шарить через дешборды. То есть, там есть настройки. Именно, насколько эти данные можно шарить. Ну, что-то долго он в розетку лезет. Да, розетка не пошла. Может, что-то меньше пробует. Уже заняли процесс. Ну, давайте попробуем, кто там был второй. Где наш чарт? А как тут вернуться к чарту? А где здесь, в этом Skype for Business ThumbChart? Ага, спасибо. Ну, попробуем Aliexpress. Чего вызывают? Может, быстрее. О, тут что-то быстро. А, нет. Еще нет. А, не, быстрее и намного. То есть, здесь вот он разобрал один. Не нашел наш тейбл. Но мы можем дальше провалиться. То есть, бывает такое, что вот видите, здесь тейбл активный. И мы можем, зайдя в него, открывать уже хет, открывать бади. Проваливаясь, находить еще данные. То есть, вот здесь он уже разбирает их по дивам. Здесь надо, ну, более детально работать. То есть, это все можно потом расписать в... О, Боже, тут сколько этих данных. Да, ну, вот все, уходим, уходим внутрь. То есть, здесь надо уже анализировать саму структуру HTML. Видите, мы зашли, и в итоге нашли какие-то низкие. Ну, это как раз то, что я про разметку питал. Да, да, да. То есть, разметку надо, соответственно, анализировать. Но инструментарий все равно позволит с ней работать нормально. И даже в итоге... Не знаю, если тут вернуться на пару степов назад, да, там... Например... Проваливаться в них. Позволяет даже создавать... Через этот mQuery позволяет создавать джейсон-запросы. И получать данные в ответ. То есть, есть там и такие штуки. Так, кто там еще какая-то была, да, линка? Ай, опять я не найду чарт. Ну, в общем, от меня просьба, если кому-то интересно какое-то вот отдельное направление разобрать. Например, табулар-модель с DAX. Либо R с визуализацией возможности предсказания. Либо, например, вот эти же Data Connections разобрать. Либо, может, попробовать максимально его нагрузить и сравнить с ClickView и Tableau. То я с удовольствием бы взялся на следующие этапы. Вот. Поэтому, если кому-то интересно, пожалуйста, говорите. Я бы разобрался и подготовил новую презентацию. Валер, а подскажи такой вот вопрос. Он не сильно относится, как бы, к аналитике презентации. Больше, наверное, к требованиям. Очень часто клиенты говорят, вот мы хотим дашборды иметь. Тут все есть, все встраиваемое. Как менеджить тут можно роли, например. Или, если хочет кастомные, делать дашборды какие-то ad hoc. Но тут есть возможность этими управлять как-то ролями, вешать аутентификацию? Это есть, но это все уже здесь в клауде. То есть здесь реализовано, ой, я просто еще ни разу этим не занимался. Но здесь реализованы так называемые воркспейсы, где можно настраивать, вот, например, по-моему, здесь вот для нашей же сессии, да? Вот, например, settings. Да, если посмотреть, что у нас есть. То... Датасеты, воркбуки... То есть здесь можно настраивать группы пользователей, кто именно имеет доступ к ним. Только я этим еще не занимался. Не занимался, но читал. То есть такая возможность есть. Там можно шарить как внутри, например, домена, так и создавать отдельные группы уже внутри клауда и давать непосредственный доступ к ним. Причем группы можно, например, если есть доступ на какую-то доменную группу, можно приглашать имейлы извне и все это настраивать. То есть настраивается не только та информация, которую мы можем шарить, а, например, может ли перешарить эту информацию там пользователь другому или в каком виде и так далее. То есть это все есть, это тоже я могу, в принципе, рассказать, если будет интересно. Ну, то есть, но дашборды, получается, должны жить все равно где-то в клауде, да? И доступ из клауда должен быть к твоим данным. То есть если у тебя данные где-то on-premises хранятся, то единственный выход это, ну, Power BI Desktop. Если данные хранятся on-premises, мы можем здесь в клауде иметь gateway. Мы, соответственно, либо personal, либо enterprise gateway настраиваем в зависимости от того, данные у нас будут здесь, либо будет live connection. И уже внутри gateway, имея только, ну, например, одну роль или одного пользователя с реальным доступом к данным, внутри gateway мы уже можем настраивать дополнительный доступ для тех, кто будет работать с дашбортом. А сам дашборд мы можем встраивать в другие приложения, используя API. То есть не обязательно каждый раз заходить на клауд, можно просто использовать API. Понял, спасибо. Поэтому, если, да, есть желающие узнать новую информацию, то, пожалуйста, напишите мне либо Женя, и я подготовлю еще презентацию. Потому что, как мне кажется, все-таки продукт классный, и учитывая, как много у нас проектов с Microsoft Stack, мне кажется, надо начинать развивать экспертизу и все-таки предлагать нашим клиентам и Power BI. Я никакого процента за это не получаю. То есть тут никакой рекламы. Если вопросов нет, то спасибо всем большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...